Всем привет! В эфире Планета ММА на телеканале Санкт-Петербург в студии Дмитрий Вишняков. До турнира М1 Челлендж 48, который пройдет в Казахстане, в конце мая осталось меньше двух недель. Напомню, файт-карт небольшой, всего пять боев, остальные поединки пройдут в рамках чемпионата Азии. Но уже есть первые замены. Самый ожидаемый бой вечера Глухов-Смолдарев и со второй попытки не состоится. Теперь отказаться от поединка вынужден Константин. Он получил травму, которая нарушила тренировочный процесс. И по словам латвийского спортсмена, он не может позволить себе выйти в ринг против такого серьезного оппонента неподготовленным. Глухов разместил официальное обращение к фанатам ММА, в котором просит прощения за неоправданные ожидания. Поиск соперника Денису ведется в экстренном порядке. Бой официально перенесли за 18 дней до его начала. Прогнозировать соперника крайне сложно. Выйти против эстонского гиганта практически с листа готов далеко не каждый, да и к тому же свободных, серьезных бойцов осталось немного. Гробовский отпадает, Денис пока что на титул не претендует, да и не согласится ни один чемпион на защиту в таком авральном порядке. Тыбура недавно бился в Оренбурге, да и слишком все четко идет у поляка. Он главный претендент на титульный бой. Такие острые ощущения, как экстренный выход против Смолдырева, ему скорее всего ни к чему. Поражение может очень дорого стоить. Кенни Гарнер также занят. Он готовится к битве в горах, которая пройдет почти следом за турниром в Астане. Безотказный обычно Джефф Монсон больше думает о высоком и до сих пор так и не решил, хочет ли продолжать карьеру. Разумеется, мы не умеем читать мысли матчмейкеров, но в таких моментах принято заниматься неблагодарным делом, строить прогнозы. Наша версия соперником Смолдырева станет Хорват. Либо Перок, либо Делия. Первый проиграл Тыбури и остался недоволен как собой, так и судейством. Он горит желанием реабилитироваться. К тому же Вадим Финкельштейн в эфире нашей программы заявил, что Пероку шанс дадут. Почему бы и не сейчас. Делия с Денисом бился в начале года в Петербурге, а реванш всегда привлекательно звучит для зрителя. В феврале Анте проиграл болевым и также был недоволен решением арбитра. Про его возможное возвращение Лига М1 ничего конкретного не говорило, но, мое личное мнение, хорваты идеально подходят по духу на роль экстренных соперников. Они обижены, не поняты большинством и при этом слегка самоуверены. Еще соперниками Дениса может стать энное количество бойцов, в том числе и за рубежа, которые никогда не выступали в М1. Конкретную фамилию назвать невозможно, но выпускать заведомо слабого бойца Лига не будет. Так что в сухом остатке и такой неприятный вариант. Бой с Молдырева просто не состоится. Последнее слово за матчмейкерами. А мы продолжаем программу. Также смотрите сегодня. Учись, боец, пока я здесь. В Колпино прошел семинар Хабиба Нурмагомедова и Михаила Малютина. Хита ругается, Шлеменко тренируется. Все подробности подготовки Александра к супербою с Артизом. А не заглянуть ли нам в ММА? Звезда Кей-1 и шоу-легенда Джабара Скеров может перейти в смешанное единоборство. Гостей в студии сегодня не будет. Все ушли не на фронт, конечно, а на семинар. В Петербург приехал, наверное, самый яркий российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Зрителей и участников собралось достаточное количество. Да и афиша способствовала росту интереса. Ведь организаторами был обещан еще и самый настоящий бой Хабиба против нашего соведущего Михаила Малютина. Мы же даже немного отговаривали Мишу, что из этого всего вышло в материале наших корреспондентов. Проход гарды, удушение Дарса, зацеп ноги изнутри, из полу креста. Вот далеко не полный перечень приемов и элементов, продемонстрированных непобежденным российским бойцом. Хабиб Орел Нурмагомедов охотно делился опытом с участниками мастер-класса. Орлята учились летать, что называется, затаив дыхание. Хотя оно и часто сбивалось. Повторить с первого раза мало у кого получалось. Не-не-не, наоборот, наоборот. Ты должен его вытягивать сюда и делать. Хорошо. На эту сторону ты вытягиваешь и этой же стороной делаешь. Но с каждым повтором все лучше. Даже находились и те, кто отрабатывал заокеанские фишки не в первый раз. Парни, скажите, сложно повторить? Да нет, в принципе, для норожков сложно. Тем не менее, программа мастер-класса была настолько обширной, что даже бойцы с именем нашли, чем пополнить свой арсенал. Для меня новые, даже новые приемы вольной борьбы. Очень хорошая техника у Хабиба. И его переводы, тигдауны, очень интересные для себя, что-то новенькое точно узнал. Хабиб старался подсказать каждому участнику. Подходил, объяснял технику, указывал на ошибки. Не упускал и возможности разрядить обстановку. Благо, Михаил Малютин давал для этого повод. Ты же нормальный. Не упускай. Кто-то сейчас оботвлялся о любом. Неуемная энергия бойца наполнила зал, равнодушных не осталось. И кто знает, может быть именно эта встреча со звездой станет точкой отчета спортивной карьеры. Пока что никому неизвестного бойца. Я вот помню, я когда был маленьким и привезли боксера, парня, который в Болгарии выиграл международный турнир. То есть для нас он был такой, и он меня даже где-то, наверное, мотивировал. Мне тоже захотелось заняться боксом, чтобы выиграть такой турнир. То есть вот такие моменты. И возможно, что для какого-то мальчишки, которого мы не увидели здесь, не обратили на него внимания, может, да, где-то он в углу сидел. Может, он и загорелся вот этими какими-то словами, какими-то действиями, приемными. И пойдет в спортзал и будет заниматься. И, может быть, потом покажет результат. Семинары они мотивируют. Они мотивируют. И у него, может, у него уже было желание не ходить и думать, что у него ничего не получится. А тут как-то вот он пришел, посмотрел, вроде зарядился какими-то эмоциями, энергией победителя. И пойдет продолжать работать. Вот так, наверное. По обещаниям организаторов, этот семинар был не последним. Уже летом в клубе планируется провести несколько мастер-классов с участием известных бойцов. Я думаю, что летом мы сделаем семинар с Вячеславом Василевским. А в августе у нас будут большие сборы, на которых будет присутствовать полностью вся профкоманда. И много приедет гостей из-за границы. И будут такие. Я думаю, вы об этом узнаете. И одни из первых мы вам расскажем. Среди участников были бойцы разного уровня и возраста. Но встретить олимпийскую чемпионку по вольной борьбе Наталью Воробьеву мы никак не ожидали. Неужели она решила замахнуться на чемпионский пояс в ММА? Оказалось, не все так серьезно. Ронда Роузи может спать спокойно. В первую очередь для меня это тренировка, это функциональная нагрузка, это разнообразие борьбы, разнообразие соперников. А из грепплинга, из каких-то боевых видов. Я считаю, что это может пригодиться. Даже какие-то связки в вольной борьбе, они могут помочь в каких-то ситуациях. А так, ну, как бы в борьбе не дерутся. Пока я не вижу себя там. Я вот только что объясняла, что бить людей, это как бы чуть-чуть не мое. То есть побороться, да. Просто я с детства занимаюсь борьбой и драться, это как-то, ну, диковато для меня. А вот обещанный показательный бой Хабиба с Михаилом Малютиным так и не состоялся. Но участники семинара об этом не вспомнили. Куда там? После окончания мастер-класса они еще долго не могли прийти в себя. Даже покидая зал, обсуждали технику показанных приемов. А самые впечатлительные, возможно, продолжили тренировку и после. Лишь отработав удушающий прием, на Кене Веласки се осознали, что все уже закончилось. И они просто устали и засыпают. Вот так прошла официальная часть семинара Хабиба в Петербурге. Но никуда не уходите. Сейчас продолжим. После семинара зрители не могли отпустить Хабиба с ринга без автографов и фотографий. У нас также была своя дополнительная программа. И Хабиб не отказал никому. Это заслуживает уважения. Итак, эксклюзивное интервью нашей программе. Хабиб Нурмагомедов о UFC Америки и обо всем на свете. Смотрим. Добрый вечер. В Петербурге я не в первый раз, и в Колпино в том числе. Мы часто проводим здесь сборы подготовительные и семинары. До боя меня Виктор Данишевский приглашал провести семинар. Я попросил давай все после боя, потому что все мысли были о бою. И как только бой закончился, сразу, ведь ягодя назначаю на 8 мая семинар, я говорю, все, вперед. И вот так приехал. Меня здесь хорошо встречает Вадим. Последний поединок с Дос Анисом. Тяжелым получился поединок. Как ты сейчас прошло определенное время? Как ты оцениваешь свои действия и соперникам? У нас план был ни секунды не останавливаться. Все время прессинговать, работать, прижимать его к сетке, переводить в партер. Но ни в коем случае не стоять в стойке. Тяжело тренировался. Были травмы. Были тяжелые моменты во время высогонки. Но это все окупилось и после боя подняли мои руки, как вы все видели. Скажи, вот сейчас очень много разговоров про твой поединок, возможный поединок с Ироной. Как ты считаешь, ты вообще хочешь этого поединка? Хочешь получить от этого соперника и на этого парня? Ну, для меня сейчас впереди, я считаю, что для меня будет очень хорошо, если я получил соперники Ти-Джи Гранта, Ней Диаза или Дональда Сароне. Но если из них одно получу, я думаю, что это будет очень хороший ход. И я не буду на месте стоять. Они втроем стоят выше, чем Рафаэль Досанес. И я считаю, что один из них, если соперник будет, будет очень хорошо для карьерного роста. Вот с точки зрения карьерного роста, пожалуй, главный вопрос, ответ на который хотят получить твои поклонники, поклонники смешанных единоборств, болельщики твои, это когда Хабиб выйдет на титульный бой. Скажи, а ты ждешь вообще выход на титульный поединок или пусть она все идет, как идет? Ну, я считаю, что пусть она лучше идет, как все идет. И спешить не буду, мне всего лишь 25. Конечно, я хотел бы продраться, я хотел бы выиграть пояс, но если рассуждать реально, Петти зашает пояс только в декабре. У кого пояс останется у Милендеза или у Петти, тот будет зашать примерно в мае. До мая я ждать не могу без боя, и в конце года я должен бой провести. Если все будет хорошо идти, может быть, в 2015 подержусь. Скажи, вот есть люди, которые являются некоторыми сторонниками теории такого заговора, считают, что нашему российскому спортсмену задвигают немножко, не дают им титульный бой. Ты чувствуешь какое-то такое отношение со стороны промоушена или это все идет по плану? Ну, однозначно, это не идет все по моему плану, конечно. Но надо понимать, эта дивизион самая, можно сказать, насыщенная. И много людей, 77 человек в одном весе, много претендентов выстроилось в очередь. И тут появился зрелищный чемпион, долго отдыхает, сидел этим поблажкой. Ну, все так в одно, в кучу собралось, и там никакого такого нет по отношению ко мне. Мне просто надо выходить и делать свое дело, я так считаю. Приоткрой, пожалуйста, секрет. Есть ли какая-то договоренность с UFC, прописанная в контракте, количество боев, которых нужно провести в году? Примерно там написано в год три боя. Но это не, это можно сказать, практически ничего не значит. Ты можешь ни один бой не провести, ты можешь четыре боя в год провести. Это все от тебя зависит. Есть у тебя травма, нет травмы, подходит тебе срок. И примерно в год три боя, это все примерно. Ничего обязательного нет. Скажи, мы совсем недавно наблюдали в твиттере, мы поговорим об отдельном, как Хабиб искал соперников, которые терялись. Ты не боишься, что эти парни тоже смогут потеряться? Или те, кто стоят выше в рейтинге, им уже некуда отступать, честь и гордость? Ну, я уже, можно сказать, полтора года еще ищу соперников с именем, и многие соперники отказываются. Но, может быть, они, может, и делают правильно, потому что у меня нет такого прям громкого имени, как у них. И не стоит, и они не решаются рисковать с боем со мной. Если выйдут на бой и проиграть, многие скажут, кому проиграли. Ну, там своего рода политика тоже играет. Как реагирует тренерский штаб на то, что у тебя пока нет возможности выйти на титульный бой? Ну, отец мне говорит, что надо по-любому один бой провести. Если до мая ждать, простая, нехорошая вещь. И отец говорит, просто молча тренируйся, не избавляй от тренировки, только добавляй, и все станет на свои места. Было мнение такое в интернете, очень много писали о том, что если рассматривать бой Хабиба с Тос Анисом, то мог Хабиб закончить досрочно, но не сделал, потому что в первом раунде волновался. И говорили, что это из-за некоторого простоя. Это так? И вообще на тебя есть какое-то психологическое давление? Ты чувствуешь его? Ну, честно говоря, они ошибаются, потому что они видят только все со стороны. До боя в раздевалке я даже уснул. Меня менеджер разбудил, он говорит, вставай у тебя через 2-3 часа бой, что ты спишь. Чувствовал вообще абсолютно спокойствие и никакого волнения не было. Вышел на бой, как на спарринг, даже когда зашел в клетку, почувствовал, что не до конца размялся. Все было спокойно, с каждым боем чувствую себя все лучше и лучше в психологическом плане. А то, что там, то, что в первом раунде было, я считаю, что это и заслуги соперника, потому что соперник тоже находился на пятой срочке, выиграл 5 боев подряд. Один из лучших бойцов мира. И он тоже, наверное, там картошку не охранял, дрался на нас. Тоже пытался меня там нокаутировать, побить или там поломать. Его заслуги тоже надо учитывать. И никакого психологического волнения не было. Не давит. Ну так, не давит, да? Не, ну бывает, конечно. Ты не хочешь проиграть. Очень много людей на тебя смотрят. Многие ждут твоей победы. И, ну, когда выходишь туда, закрывается дверь. Пожали руки и пошло, поехал. Хабиб, сейчас опять же ты имеешь рекорд, где в графе поражения 0. Мы желаем тебе как можно дольше и максимально долго принести. Это такой рекорд, такой. Скажи, ты понимаешь, что через какое-то время UFC будет делать ставку на тебя, что вот парень без поражений. И специально выпускать на тебя, да. Надо сломать, да? Да, вот ты понимаешь, что и зритель будет на это идти, понимаешь? Да, я все понимаю. Если я это не понимал бы, наверное, не выходил бы. Я сам уже этого хочу, чтобы они выпустили такого, который будет на самом деле хотеть меня сломать. И я хочу себя испытать. Я каждый день тренируюсь, готовлюсь и хочу драться с лучшими бойцами мира. Здесь ничего такого секретного нет. Я уже полтора года прошу со всеми лучшими бойцами мира. Ну, если хотят, в UFC кидают. Мне без разницы. Победа, поражение – это все от священного. Все, что случится, я все приму. И в этом плане у меня никаких проблем нет. Ты демонстрируешь спокойствие. Ты вообще излучаешь такую уверенность и спокойствие. Это все подчеркивают. Скажи, как же так получилось, что ты вышел в этой футболке про самбо и бразильское джиу-джитсу? Что это было? Ну, это друг придумал, Эльдар. Говорит, что для медийного хода это очень хорошая вещь. Давай сделаем это. Особенно мы деремся в Бразилии. Для них это джиу-джитсу. Многие говорят, что после футбола номер один – это джиу-джитсу. И сделали, прогадали, не прогадали, угадали. И очень сильно она распространилась, эта фотка в этой футболке. Ну, я считаю, что это нормально все получилось. Это был удачный ход. Да, удачный ход, можно сказать. И вот скажи, вот в ключе вот этого удачного хода. Понятное дело, что, наверное, подгадывать и делать из шоу, да, там, из своих выступлений, взвешиваний, ты не будешь туда. Или будешь, скажи. Все-таки американцы любят смотреть на какое-то зрелище, когда там один спортсмен задевает другого, переписываются в твиттере. Ты ведешь такую игру? Ну, моменты бывают, когда там можно в твиттере там что-то выделиться. То все. Я считаю, что если ты делешься в UFC, ты должен эти движения, можно сказать, движения поддерживать. Потому что ты вышел, подрался, ушел, тебя не запомнили. А там тот засветился для тебя, для твоего рекламного хода, чтобы спонсоры на тебя выходили. Для всего это, можно сказать, очень хорошо. UFC – это в первую очередь. В первую очередь. Я так считаю, и американцы так считают, это бизнес. Только потом это спорт. Да, это шоу, это все подчеркивают. Ник Ньюэлл в твиттере пишет, выкладывает фотографию до утра в сосновом лесу. Тут и Хабиб делает, пустит фотографию с медведем. Это все такие большие шутки. А вот серьезная тема. Ты пригласил его в лагерь в Дагестан. И неоднократно ты говорил о том, что ребята иностранные спортсмены, вы можете приехать и подтянуть борьбу. И после поединков, говоришь, подтягивайте борьбу, вам будет сложно. Как считаешь, они поедут? Ну, я считаю, тяжело. Потому что это Россия, да? Я бы не сказал, потому что в Америке лучше. Там есть все условия. Не в плане подготовки, а в плане всего, в плане жизни. Насчет вольной борьбы, конечно, в Дагестане это номер один. И если приеду, для них же будет большой плюс. Ну, трудно вериться, что приеду. Ну, Ромеро обещал, что в конце года приедет. Обменялись контактами и посмотрим. Он может приедет, потому что он не раз был в Дагестане, боролся. И знает, что Дагестан это очень гостеприимное место. И все, кто приезжает, оттуда уезжают довольны. А приедет, не приедет, видно будет в конце года. Скажи, как ты устроился в США? И вообще, как тебе бытовые условия? Легко ли переносишь вот эти вот поездки, вечные какие-то перемещения? Ну, тяжело будет. Первую неделю прилетаешь, акклиматизация, тяжело спится, то есть все. А я лечу за 35 дней до боя. Первую неделю акклиматизировался и все. И дальше уже отпахал, подрался, там уже и приехал. Уже привык, можно сказать, уже адаптировался. И на счет языка очень легко стало. Все нормально, короче, можно сказать. Скажи, Хабиб, вот как ты считаешь? Вот если, может быть, наверное, я гипотетически скажу. Если UFC решит провести в России наконец-то турнир, Эвент, они долго грозились и там говорит, что мы хотели бы провести. Ты предложишь мистеру Дану Уайт провести у себя на родине? Я недавно был, пару дней, можно сказать, какого-то там, 4 мая был на матче. Это Анжи, когда играл. У нас есть 30-тысячный стадион, который новый построен по последним технологиям. И смотрел, и чуть задумался, а если бы здесь провести UFC и подраться здесь на родине. Ну, это было бы, можно сказать, это моя мечта. Все может быть. Если UFC придет в Россию, я думаю, они, скорее всего, проведут турнир или в Питере, или в Москве. Но Дахистан, наверное, будет в последнюю очередь. Но я так думаю. Ну, если было бы, конечно, это было бы очень круто. И чем драться в Мэдисонской градоне или МГМ Гранде, я бы лучше предпочел драться на Анжи-арене. Ну что ж, пусть твои мечты сбываются и успехов тебе достижения и цели. Ты сам их ставишь перед собой и тебе к ним двигаться. Спасибо тебе большое за интервью. Было очень приятно познакомиться и пообщаться с тобой. Анатолий, спасибо. Александр назвать слабым не повернется язык ни одного промоутера, спортсмена и журналиста. Его подготовка к бою, напомню, Саша ради поединка с Артизом перейдет в более тяжелую весовую категорию, идет по плану. Убедитесь в этом сами, Алексей Жернаков поможет. Когда Скотт скажет «го», ты как бы пьешь, смотришь в ту сторону, а когда скажет «го», повернешься, посмотришь вот в эту сторону. Субтитры делал DimaTorzok 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 Видно, что оно уже старое. Субтитры делал DimaTorzok Потому что видно, что оно не сухое. Субтитры делал DimaTorzok 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 Пешков уже провел бой Были небольшие проблемы со здоровьем у Андрея Предыдущий поединок пришлось отложить Но Алексей уверил, что уже все в порядке Андрей доказал это на ринге Полуфинал Гран-при Беллатера в полусреднем весе И американец Джастин Байасман Улетел в нокаут уже в первом раунде Впечатление о поединке расскажет сам герой Привет, Андрей Привет, это ММА Сейчас для планеты ММА специально Ответим на несколько вопросов Вопрос номер один Случалось ли в твоей карьере Когда соперники меняли за день Буквально до турнира Ну, конечно, за день Такое впервые И, в принципе, Я считаю это случайность А вот по твоему мнению Соперника поменяли Потому что сам Рапеза не смог войти В весовую категорию Что, по твоему мнению Могло стать причиной этому Случайно просто Или ошибка в подготовительном процессе Насколько я знаю Сам Рапеза весит в жизни 93 килограмма И ему очень тяжело гонять вес Как он сам объяснял Что на один бой ему вполне Хватит сил согнать вес Но когда бои начинают идти Через месяц Ему очень тяжело сбрасывать вес В тот турнир в Рина Когда я заболел Я знал, что у него уже в день Взвешивания было лишних 7 фунтов И думаю, что даже в тот день Он мог бы не сбросить вес Подобный удар коленом Который привел к нокауту Можно сравнить с ударом Через себя в футболе Редко и красиво Можешь ли ты это назвать Вот этот самый яркий нокаут На своей карьере? В принципе, на данный момент Считаю, что да Это самый яркий нокаут И что ему послужило Это, естественно, тренировки С Александром Шлеменко Потому что этот удар коленом Крышки является его коронным ударом Соответственно, я от него Перенял эту технику И на разминке мы нарабатывали Именно этот удар Потому что Александр также заметил Что Джастин Бейсман Поджимается к сетке И его можно финишировать Именно этим ударом Как ты вообще запомнил этот эпизод? Соперник открылся или поплыл? Что стало знаком для тебя Что можно добивать коленом? Ты чего так замечаешь? Я пробил хорошую серию Начиная с корпуса И именно пробил ему корпус по печени И знаком для того, чтобы начать этот удар Стала команда тренера В углу Я услышал прыгай коленом Что я сделал, когда он поджался к клетке Все, Андрей, большое спасибо за ответы на вопросы Спасибо В финале Корешкову будет противостоять Еще один представитель США Адам Макдоноу Желаем Андрею, Алексею, команде Росфайтерс Удачи В полку ММА прибыло Топ-боец Кей-1 Звезда шоу-легенда Джабар Аскеров заявил Что готов биться по правилам смешанных единоборств Но вначале рассчитается по долгам в кикбоксинге Джабар хочет взять реванш у голландца Муртала Гроенхарта На последнем турнире легенды в Милане он проиграл Представителю страны тюльпанов нокаутом Джабар, помимо титулов в Кей-1 Является чемпионом Европы по тайскому боксу И если с ударной техникой у него все в полном порядке То хватит ли ему навыков борьбы Партер в ММА решает не меньше классного хука И все же идея перехода такого сильного бойца Так как Аскеров в ММА вызвала широкий интерес Вот что думают о перспективах Джабара наши эксперты Я как-то давно, правда, это было Где-то проскакиваю в интервью Что если это будет UFC, то это возможно А во всех других организациях это пустая трата времени Но мне показалось это не совсем корректным Я считаю, что он еще Во-первых, человек, который ни разу не выступал Не может так говорить И вряд ли он сможет в организации какой-то Я не знаю В ведущих организациях сможет дойти до пояса Я уже не говорю, что защитить этот пояс Так вот Уже не говоря о том, чтобы выступать в UFC Поэтому, мне кажется Ну а попробовать и тренироваться Пробовать свои силы в ММА Ну пускай, пробуй Получится Ну молодец, если он выиграет Я буду за него рад Но как бы Есть очень много организаций В которых очень сильные бойцы Топовые бойцы, крепкие бойцы Которых, я думаю, он не пройдет На этом сегодня все В студии работал Дмитрий Вишняков Выпуски программы смотрите на сайтах topspb.tv и mixedfight.ru Еще раз поздравляю всех с великим праздником С Днем Победы Я с вами прощаюсь Но не прощается мир боевых искусств Прямо сейчас Третья серия проекта Борцовский клуб Продолжение следует...